Вот что вы должны делать. Вначале вам надо обрить голову, одеться полностью в черное, есть только кошерную еду, вам нужно стать вегетарианцем. Вы обращаетесь в сторону Иерусалима, молитесь только на еврите и отращиваете красивую большую бороду. Почему мы делаем это? Какая цель? Смысл? Историческое значение? Мой отец говорил, тебя не могут исключить из евреев, но я подошел довольно близко. Если добрые дела перевешивают плохие, тогда я записана в книгу жизни. Но праздник ведь будет и в следующем году, значит я записана только на один год. Я задавала очень много вопросов. Ко времени своей бармитвы я полностью отдалился от всей этой традиции. Я не хотел соблюдать это все, совершенно ничего из этого. И все мое религиозное мировоззрение в то время было следующим. Смотри, ты родился евреем, ты родился буддистом, ты родился римокатоликом. Когда мы все умрем, мы узнаем, кто был прав. Единственное, чего не делай, не говори об Иисусе. Я верила, что Иисус был католическим богом, богом язычников. Ребята в нашей школе были итальянцами-католиками. Я представлял себе, что Иисус был итальянцем. Новый Завет был одной из тех книг, которые, как я видел, читали монахини в метро. У нас есть наша Библия, а у язычников есть их Библия. Когда я открыл Новый Завет, я ожидал найти инструкцию по преследованию евреев. Я открыл ее, и вот первое предложение. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Я читаю историю, написанную евреями про евреев. Она стала влиять на меня. Она стала говорить мне о благой вести, об Ешуа, о том, что сделал Бог, послав своего сына. Не просто религия, не просто набор правил, где ты должен делать то и это. Он желает отношений, он желает общения. Я очень стыдилась своей веры в Иисуса. Я знаю, что это звучит немного дико, но как еврейка ты можешь верить во что угодно, кроме Иисуса. Тот миг, когда ты произносишь слово Иисус, это как фу, как тебе не стыдно. Я просто не мог понять. Оставить своих друзей, свою семью, я стану изгоем. Они будут думать, что я сумасшедший. Вероятно, я утрачу все свои социальные связи. Он сказал, ты веришь в Иисуса? Ты что, сошел с ума? Ты больше не еврей. Ты предатель своего народа. И моя сестра была в ужасе. Я просто спросила что-то самое ужасное, и я почувствовала, как словно возникла стена. Нет, ни за что, не открывай ее. Я верю, что вера в Иисуса, вера в Иисуса, это самое еврейское, что я могу сделать. Я пережила Бога очень сильно и глубоко. Я верю, что Иисуса — это обещанный Мессия, о котором мы читаем у Моисея и пророков. Мой отец боялся, что, приняв Христа, я отказываюсь от иудаизма. Но, как ни странно, я никогда не чувствовал свою связь с иудаизмом, пока не нашел Иисуса. Когда я нашел Иисуса, впервые в жизни я начал думать, о, вот что значили все эти вещи в Библии, вот для чего, ну, узнаете эти традиции. Какова бы ни была цена, я поняла, что оно стоит этого. Я люблю свою семью больше всего, и я хочу, чтобы они приняли меня. Но иногда, когда ты говоришь или выбираешь какую-то сторону, ты должен сделать выбор и стоять на этом. Я имею в виду близкие отношения с Богом. Истина стоит того. Жизнь с Ешуа того стоит.